Планы выполняются, жилье строят и покупают. По крайней мере, пока в марте, когда рубль резко упал, население стало активно вкладываться в недвижимость. К тому же вовремя подоспела помощь от государства, снижение ставок по ипотеке. Но что будет в ближайшие 3-4 месяца, пока вопрос. Большая часть людей, которые сидели на карантине, потеряли кто-то работу, кто-то в заработке потерял. Конечно, платежеспособный спрос сильно сократился. Это, естественно, скажется на покупательском спросе и в Алтайском крае. Застройщики очень надеются, что льготная ставка по ипотеке в 6,5% останется на этом уровне не только до ноября 2020-го. Их чаяния разделяют и риэлторы, предлагая правительству еще больше снизить ставку, продлить действия спецпрограммы до января 2022 года и расширить перечень подходящего жилья. Сейчас программа распространяется только на жилье, приобретенное на первичном рынке у застройщиков до любого строительства. А если дома созданы инвесторами, либо физическими лицами, где малоэтажное строительство, то, соответственно, здесь уже эта программа не распространяется. Многие застройщики региона утверждают, что не могут получить даже минимальные меры поддержки, которые им обещали в период пандемии. Банки неохотно дают кредиты на пополнение оборотных средств. Для отрасли действуют всего две антикризисные налоговые меры – отсрочка по уплате налогов и взносов и заявительная отсрочка. Что могло бы глобально помочь сегодня отрасли? Ну, думаю, что в первую очередь, это, конечно, поэтапное раскрытие скрово счетов. Также необходим мораторий по штрафам, которые позволят строителям иметь какие-то средства для оборотной своей деятельности. Еще одна проблема у застройщиков – помочь решить которую способны только местные власти – отсутствие земель под застройку. Через два года их, по крайней мере, в пределах Барнаула может просто не оказаться. Правительство региона и мэрия в курсе. Но пока, по словам строителей, этот вопрос никто никак не решает. Приглашенный на встречу министр отреагировал. Да, в перспективе, скорее всего, будет развитие в рамках уже агломерации. Возможно, это будет Новоалтайск, возможно, будет развитие права берега. Это такие далекие перспективы, которые мы уже обсуждаем сегодня и в правительстве, и со строительным сообществом. Там необходимы инфраструктурные достаточные вложения. Ну, это вопрос будущего. Резюмируя все вышесказанное, пока строительную отрасль кризис миновал. Но застройщики боятся, что он наступит, когда все остальные из этого кризиса выйдут. И поэтому рассчитывают на поддержку как со стороны государства, так и местной власти, причем не только финансовую. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.